Как от печки каменки, снова согрелись теплом. Домик на самой окраине, жить будет в сердце моем. Послушать песни белорусских песнеров собрались тысячи благовещенцев. Ближе к сцене, конечно, удалось пробраться лишь единицам. Просмотр всем остальным облегчал большой экран, который транслировал происходящее на сцене. Живой звук заставил гостей расчувствоваться, и не только женщин. Подпевали и танцевали абсолютно все. Такого дня рождения у города, вспоминают благовещенцы, давно не было. С утра концерт детский. Внучка у меня танцевала и пела. Потом загорали, купались и вечером пришли сюда. Такой подарок горожанам прелесть. Поют все, все поют, даже молодежь. Очень хорошо. Нас праздник отличный. Погода прекрасна. Судом очень все слушаем. Все хорошо. Дай Бог, чтобы это было всегда у нас. Хорошая музыка, хороший звук и хорошие воздушные шары. Когда это было вообще в нашем городе? Никогда. Это крутой ход был у организаторов. Еще один плюс организаторам зрители поставили за Михаила Шуфутинского. С заслуженным артистом России один из поклонников даже захотел пообщаться лично. Попытался прорваться на сцену прямо во время выступления. Правда, общение не задалось. Поклонника полицейские проводили за кулисы. У стражей порядка вообще выдался напряженный день. Неудивительно, что они решили сделать себе хоть в чем-то передышку. Я по субботам не даю интервью. Меж тем, Михаил Шуфутинский на всякого рода эксцессы не реагировал. Объектом его внимания стали благовещенки. По его словам, местные жительницы самые красивые. Поэтому очередная песня прозвучала в их честь. Вот и все. Сделали праздник горожанам и сами без подарков не уехали. Гостям вечера губернатор и исполняющий обязанности главы администрации Благовещенска подарили тульские самовары с символикой Благовещенска. Их изготовили специально ко дню рождения города. Анжелика Павлова, Александр Матвеев, программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин